29 марта в ОФГУЭС стартовал Международный экологический форум «Сохранение биоразнообразия в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 50 лет программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Прежде всего мы ждем общения, плодотворного, принципиального и интересного общения. Власть, бизнес, общество. Но как нам кажется, что вот такие площадки, они необходимы для того, чтобы обсуждать проблемы. Важной частью программы стало пленарное заседание, на котором эксперты, биологи, экологи и представители власти поделились мнениями о состоянии окружающей среды и своими предложениями по программам «Сохранение биологического разнообразия». Я жду, чтобы люди высказались, я жду, чтобы люди обменялись мнениями, потому что от них зависит принятие решений. Это очень важно. Форум даст возможности сохранить эту природу, а где-то, может быть, даже восстановить. Одной задач форума является поддержка молодежных творческих и научно-технических инициатив по охране, восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов в рамках реализации программ экологического образования и просвещения. Еще очень многие не понимают тех богатств, то есть значимости тех богатств, которыми обладает наш край. Вот если бы, например, поставили человека, который это понимает, использовать его правильно, то здесь бы все зацвело и запахло, и мы бы были и, как говорится, и Сингапуром, и Гонконгом, и Таити, Гаити и так далее. Как отметила ректор в ГУЭС и представитель Дальневосточного комитета по комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Татьяна Терентьева, у нас уникальная природа, и она нуждается в особом отношении. Наша общая приоритетная задача – сохранить природные богатства региона и сделать все, чтобы и мы, наши дети и внуки могли радоваться этой красоте. Форум просто поразил меня своей глубиной, своей возможностью почувствовать себя сопричастным к проблемам нашего общества, нашей планеты. Хочется сказать, что уже сейчас ощущаешь себя во время этого форума, что мы живем не то чтобы в одном доме, а мы живем в одной квартире, мы живем в одной комнате. Настолько важны сейчас взаимосвязи, насколько важна сейчас взаимозависимость. И, конечно, от каждого из нас будет зависеть, какая будет в дальнейшем будущая, какая будет жизнь. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.